Добрый день, дорогие друзья, уважаемые саратовцы! Мы с вами разговариваем на многие темы, но сегодня хотелось бы в своем обращении затронуть одну из главных наших тем, которая, наверное, в тренде у многих городов. Мы на сегодняшний день занимаемся формированием городского пространства вместе с вами. Два года назад мы приняли хороший документ, правил по благоустройству. Мы разрабатывали его год вместе с вами, неравнодушными и активными горожанами. Мы начали ремонтировать дороги. Мы занимаемся восстановлением излюбленных мест горожанами, нашими скверами, парками, пешеходными зонами. И в том году мы начали заниматься восстановлением тротуаров. Финансирование было небольшое, порядка 50 миллионов рублей. В этом году это колоссальное финансирование по восстановлению наших тротуаров. При поддержке нашего депутата, председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. 500 миллионов рублей. Развивая эти темы, и в данном случае восстановление тротуаров, мы столкнулись с проблемами, которые накапливались с десятилетиями. И, конечно, сегодня хочется поговорить на одну из тем. Это озеленение нашего города, состояние наших деревьев. Я хочу напомнить, что несколько лет назад у нас были несчастные случаи, за которые несут ответственность должностные лица. Один из таких ярких примеров, это 2015 год, улица Шелковичная. Одно из старых, сгнивших уже больших деревьев, которые необходимо было вовремя опилить. На защиту встали местные жители. Но буквально через две недели, при сильном ветре, это дерево упало на девочку-подростка. В результате этого случая девочка оказалась в реанимации. Она очень долго лечилась. Завели уголовное дело на заместителя главы по благоустройству Фрунденского района. За последние два года, 2018 и 2019, у нас в городе Саратове, в результате ураганов и сильных ветров, было повалено больше 400 деревьев, которые нанесли ущерб имуществу. Это были здания, это были машины, это были учреждения, ограждения. В результате несколько десятков человек воспользовались медицинской помощью. Кто-то легче, а кто-то оказался в больнице на больничной койке. Мы видим, что не занимались заменой посадочных материалов наших деревьев, не занимались формированием крон, не занимались тротуарами. И за эти десятилетия на наших улицах появились сотни самодельных, нарушающих правила дорожного движения, парковок. Что, конечно, наши тротуары, а мы говорим, что тротуары это для пешеходов, они стали у нас шириной чуть больше метров. Мы уберем все самодельные парковки. Мы сделаем их там, где есть такая возможность. Но тротуары наши должны быть не метр, где не могут разойтись два человека, а от двух до четырех метров. Мы будем делать рабатки для наших деревьев, которые находятся на тротуарных зонах. Там, где это возможно, мы будем делать зеленые зоны. Все зеленые зоны, и такая задача стоит перед главами районов и руководителями предприятий по благоустройству, мы будем сеять газон. Мы будем его поливать, чтобы у нас больше не было земляных участков. Уважаемые друзья, я на сегодняшний день вижу, сколько идет претензий по спилу деревьев. Но поверьте, если вы пообщаетесь с теми людьми, которые живут рядом с этим деревом, они говорят, мы десятки лет просим власть сделать опиловку или спилить их полностью, потому что они угрожают их имуществу. Этим надо было заниматься 20 лет назад. И на сегодняшний день мы не спилили бы те деревья, которые больше 4 метров в обхват, сгнила вся корневая система, сгнило это дерево уже биологически внутри. И на сегодняшний день десятки таких подтвержденных случаев. Развивая городское пространство, несмотря на то, что в этом году нашему городу исполняется 430 лет, мы хотим его видеть молодым, зеленым, чистым, благоустроенным, безопасным. Именно поэтому мы придерживаемся, ремонтируя наши тротуары, стандартам, которые с вами вместе выработали. Это и правила по благоустройству, и правила дорожного движения, и федеральные законы, которые регламентируют, как должны быть сделаны тротуары. Именно поэтому мы приняли решение в этом году купить порядка тысячу деревьев-крупномеров. Чуть попозже мы оповестим, какие будут эти виды, сорта, какой высоты. Мы обо всем этом скажем. И, конечно, отрадно, что известный человек в нашей стране, блогер и урбанист, высказал свою позицию, это Илья Варламов, по отношению, как ведутся эти работы. И я хотел бы обратиться ко всем неравнодушным, горожанам, которые пишут, критикуют нас по этой теме. Присоединяйтесь к нашим объездам по городу. Каждый день я выезжаю в один из районов, тратим мы на это от трех до пяти часов. В каждом районе мы проезжаем все участки, где на сегодняшний день ведутся работы. Вы сами все увидите. Мы не принимаем никаких кулуарных решений и базируемся только на тех нормах и правилах, стандартах, которые я уже озвучил. Добро пожаловать! Напишите мне в Инстаграм, и буквально с завтрашнего дня вы будете в этом принимать участие. Продолжение следует...